Добрый день! Учение свет, а не учение тьма. И потому у нас в гостях человек, который отвечает за подготовку тех, кто несет свет в наш мир. У нас директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Калимуллин Айдар Минемансурович. Здравствуйте! Добрый вечер! Айдар Минемансурович, вот совершенно недавно, 19 марта, наш университет посетил государственный советник Республики Татарстан Митимир Шарипович Аймеев. И в ходе своего многочасового визита он особое внимание уделил состоянию подготовки преподавателей, работников образования в нашем институте. Что его заинтересовало и нашел ли он ответы на свои вопросы в ходе этого визита? Я думаю, что, скорее всего, он нашел. Но это моя точка зрения. И дальнейшие события покажут, насколько интересно Митимиру Шариповичу, президенту нашей республики и вообще власти, та ситуация, которая сегодня складывается в сфере подготовки учителей. Вы совершенно правы в том, что учителя, наверное, это одна из таких ведущих сил нашего общества, которая определяет наше дальнейшее развитие. И это та сфера, которая в последние годы, к сожалению, оказалась на обочине образовательной политики, причем не только в нашей стране, но и во многих ведущих странах. И сейчас уже во многих странах Европы, Соединенных Штатах Америки, открыто заявляют о кризисе не только школьного образования, но и о проблемах подготовки учителей. Поэтому не случайно вопросы подготовки учителей занимают сейчас приоритетное место во многих, особенно важно отметить, в высокоразвитых странах мира, занимают ведущее место в их образовательной политике. Есть четкое понимание того, что без решения этого вопроса страна, общество, экономика, все ее сферы не смогут продвигаться дальше. И очень приятно, что такое внимание было проявлено и Ментимиром Шариповичем Шаймиевым, который посетил нас буквально недавно. Честно говоря, это был долгожданный для нас визит первого президента республики. Дело в том, что после присоединения двух педвозов в 2011 году, наверное, только ленивый не пытался пустить какую-то грязь, сделать комментарии негативного характера о сложной ситуации в подготовке учителей. И мы читали о том, что педагогическое образование в республике убито, разрушено. Кто будет готовить учителей? Но, тем не менее, Казанский федеральный университет упорно двигался. Я, прежде всего, говорю о коллективе, о педагогах. Это коллеги из Татарского государственно-гуманитарно-педагогического университета, из Илабужского государственно-педагогического университета, которые вошли в состав КФУ. Они делали свое дело, они трансформировали ту систему, которая была прежде. И, несмотря на критику, мы двигались вперед. И очень приятно, что те изменения, которые произошли у нас, а они действительно произошли, и они признаны, об этом я скажу позднее, они были высоко оценены Ментимиром Шариповичем, который смог сам воочию убедиться о том, что педагогическое образование не только не убито, а в него вдохнули действительно новую жизнь и то, что мы имеем. А вы правы в том, что, планируя по графику быть в нашем институте психологии образования только один час, Ментимир Шарипович был два с половиной часа, причем мы не смогли показать все, что мы хотели. Но он очень интересовался. Да, да, буквально. Вы правы в том плане, что, конечно же, меня, моих коллег, очень поразило внимание Ментимира Шариповича, его просто глубокое понимание, глубокий интерес к тому, как мы развиваемся. И поэтому вся программа его визита была нарушена, потому что буквально в каждой аудитории, на каждой кафедре, в музее он останавливался, он беседовал с коллегами, он задавал вопросы не только о развитии педобразования, но и как человек, интересующийся той или иной отраслью, он задавал и профессиональные вопросы. И действительно это было очень интересно. И мы все прекрасно знаем, что это не только крупная личность, политик, фигура, но это и что нам, педагогам, психологам приятно. Это высококлассный психолог. Президент увидел огонь, он увидел искрыки в глазах коллег моих, студентов, и впоследствии он сказал о том, что меня поразила эта атмосфера. Дело в том, что без, наверное, какой-то серьезной такой самоотдачи, без желания работать, меняться прежде всего, мы не можем достичь ничего серьезного. И все это было оценено. Я очень рад, что он смог пообщаться с нашими студентами, задавал им вопросы. Наши студенты, это тоже очень важно, потому что встретиться с первым президентом республики, для них, я думаю, это тоже в воспитательном плане большое такое мировоззренческое событие. И я рад, что он оценил и политику нашего университета, и руководство, прежде всего, университета. Я напомню, что в 2011, 2012, 2013 даже годах ректор неоднократно подвергался критике со стороны, особенно представителей естественного научного блока. Педобразование в КФУ считали случайным явлением, пятым колесом в телеге. Но, тем не менее, сейчас, когда мы читаем различные экспертные оценки, результаты мониторингов, все больше и больше, например, последняя публикация издания «Коммерсант» говорит о том, что КФУ в первую очередь ассоциируется сейчас с педагогическим образованием. И вот это, наверное, подтверждение верности нашего пути. — Это очень хорошо. И есть такая информация, что в ходе визита Ментимир Шарипович Шаймиев интересовался вопросами подготовки, вернее, вопросами готовности университета. Вы знаете, к новому очень большому направлению — это концепция полилингвального образования, реализация этой концепции в нашей республике. И как вы считаете, удалось ли ему убедиться в том, что КФУ готов или готовится к полной поддержке этой концепции, что он вообще готов к ней? — Я думаю, что да, потому что спустя некоторое время состоялось совещание в кабинете министров республики Татарстан под председателем президента республики Устама Нургареевича Мениханова, где эта идея была развита. И я присутствовал на этом совещании и был сам свидетелем того, что Ментимир Шарипович выразил полную уверенность в том, что КФУ эту задачу выполнит. Говоря о проблеме мультилингвального, полилингвального образования, я бы хотел выделить два аспекта. Первый — это, безусловно, сохранение языков, традиций, культуры татарского народа. И как раз-таки эти школы, этот проект нацелен на это. И второй аспект, не менее важный в условиях глобализации, это все-таки вовлечение наших детей, в чем детей разных народов, проживающих на территории республики, в процесс интернационализации, владения несколькими языками, для возможности коммуницировать с представителями других национальностей. Это очень важно в современном мире, в том числе не только в культурном, но и в экономическом плане. Поэтому вот эти два аспекта, они взаимосвязаны в рамках вот всего этого большого процесса. И кто, если не Казанский федеральный университет, сможет решить эту задачу в республике? Я думаю, таких учебных заведений, научных учреждений в республике нет. Хотя, безусловно, Казанский федеральный университет будет сотрудничать и с Академией наук республики Татарастан. Но все ресурсы, вся база, основа именно сосредоточены здесь, в нашем университете. И прежде всего, это Институт филологии и межкультурной коммуникации, который выступит, наверное, координатором всех этих процессов. Он имеет богатый опыт, имеет высококвалифицированные кадры. И с точки зрения педагогического, психологического сопровождения этого процесса, здесь, конечно, будут работать те преподаватели, маститые преподаватели из Института психологии и образования. Я скажу лишь о том, что у нас работает более 40 докторов наук, которые имеют свое место, которые известны в науке российской, международной. И поэтому, я думаю, исходя из того международного опыта, в том числе, который мы накопили в последнее время, потому что решить задачу сохранения, например, татарского языка, это моя точка зрения, решить ее старыми методами невозможно. Необходимы новые подходы. И вот я буквально недавно вернулся из месячной стажировки из Соединенных Штатов Америки, где я смотрел учебный процесс в штате Техас, и именно в тех районах, которые граничат уже с Мексикой, где очень много мексиканских мигрантов, их порядка 90% уже численность достигает. И как идет процесс их вовлечения в жизнь, но при этом и сохранения языка, конечно, этот опыт тоже интересен. Поэтому мы, как ученые, я думаю, активно в этот процесс войдем. То есть это адаптационное образование, да? Вы упомянули про Мексику. Безусловно, да. То есть здесь мы можем с вами уйти в очень глубокую такую дискуссию, для которой, я думаю, мы должны выделить отдельную программу, безусловно. Я лишь говорил о том, что в мире существует самый разнообразный опыт и сохранение языков, адаптации, интеграции. И здесь не нужно, наверное, отрицать, что Россия тоже является большим многонациональным федеральным государством. И вот здесь, я думаю, мы никоим образом не должны открещиваться от любого опыта. Мы должны изучать и находить вот то современное, положительное, которое мы могли бы привнести, в том числе в нашу татарастанскую практику. Я думаю, вот как раз-таки это задача ученых. То есть нет сомнений, что КФУ ответит на вызов? Безусловно, безусловно. Дело в том, что, ну, я думаю, во-первых, не будем все-таки смотреть так далеко. Просто, я думаю, прежде всего надо начать работать. Необходимо сформировать программу, о которой говорил Ментимир Шарипович. И в рамках этой программы тот очень крупный потенциал, который имеет КФУ. А я хотел бы напомнить, что в области педагогического образования КФУ имеет третий по размерам потенциал после Москвы и Санкт-Петербурга. И мы имеем для этого все основания. И к тому же, учитывая, что в рамках большого такого университетского комплекса, которым является Казанский федеральный университет, переплелись очень тесно и взаимодействуют сейчас очень так перспективно различные научные направления. Это и филология, и респруденция, политология, религия о видении, истории, педагогика, психология. Как раз-таки это вот та основа для очень современного решения, потому что сейчас многие как раз-таки проблемы, они несут в себе большой аспект междисциплинарности. Получается, Казань не только третья столица вообще, но и третья столица по образованию, по педагогике. Здесь бы я, конечно, немножко по-другому поставил вопрос. Дело в том, что, я думаю, каждый научный центр, особенно Москва, Санкт-Петербург, где несколько вузов, которые занимаются подготовкой учителей, они, безусловно, известны в той или иной области. Но с точки зрения, опять-таки, международной известности, и прежде всего признания наших исследований, которые мы проводили в последние годы, важными являются критерии международных рейтингов. И здесь, наверное, надо лучше руководствоваться принципом, что не как ты сам себя внутри России оцениваешь, а как тебя оценивают со стороны. Это такой понятный, старинный, такой мудрый принцип. И вот, исходя из тех оценок ведущих международных рейтингов, Казанский федеральный университет сейчас один из российских лидеров. И более того, в рейтинге Times Higher Education, это очень известный авторитетный мировой рейтинг. Мы сейчас в предметной области образования Education занимаем первое место в России, обгоняя и московский государственный университет, и другие московские вузы. И, наверное, это... Я бы не абсолютизировал, безусловно, значение рейтингов, потому что есть масса других факторов, но, тем не менее, это очень такой серьезный показатель того, насколько сильна наша научная школа. И получить позицию в рейтинге, я думаю, не так-то просто. И это весьма объективные такие критерии они имеют. Я думаю, что мы первые в России в 2019 году. Я после очень долгого процесса перестройки, мне, во-первых, очень приятно сегодня с вами беседовать, потому что мы с вами встречались 3 года назад, 3-4 года назад, и мы говорили только о своих планах, что мы будем делать, как мы будем развиваться. И вот сейчас, спустя 4 года, мне очень приятно быть рядом с вами, и все-таки именно в том контексте, что я не оказался пустобрехом. Я, может быть, конечно, и всегда я стараюсь говорить оптимистично, но наши прогнозы сбылись. И если несколько лет назад мы были еще неизвестными, не только в России, но и в мире мы были неизвестными, то сейчас у нас с этим проблем нет. Мы имеем массу приглашений, к нам приезжают зарубежные ученые. В этом году, например, на наш форум, Международный форум по педагогическому образованию, который состоится 29-31 мая, заявилось опять более 600 участников. Они представляют 204 российских и зарубежных университетов, в том числе 70 зарубежных университетов. И то, что каждый год мы поддерживаем такую высокую планку, ну, не просто так. Форум имеет регуляционный износ достаточно большой, да. И то, что к нам приезжают, здесь интересно, здесь полезно для коллег, это для нас как раз-таки очень весомый показатель наших позиций в области педагогической науки. И буквально еще маленький штрих. Вот 2 апреля, несколько дней назад, в Брюсселе на семинаре Европарламента выступила с докладом профессора нашего университета, Роза Алексеевна Валеева, которая представляла опыт подготовки вчителей в России и в Казанском федеральном университете уже европейской общественности. Она была единственным представителем от России. Это тоже вот показатель нашего движения. Ну и буквально вот после Брюсселя Роза Алексеевна переехала сразу же в Торонто, где принимают участие в самой большой конференции в мире по education, по образованию. Это конференция Американской ассоциации исследований в образовании, в которой принимают более 16 тысяч ученых, где она тоже выступает с докладом. И буквально вот я сейчас нахожусь с ней в переписке, и я получил там несколько десятков приветов, то есть там наилучших пожеланий от зарубежных коллег, которые знают в том числе и меня как директора Института психологии и образования. И я думаю, это хороший фундамент для развития. Ну и самый еще один момент. Роза Алексеевна вернется из Торонто с новой книгой, которая была издана в одном из ведущих международных издательств Блумсбери. Книга посвящена трансформации педагогического образования в мире. Ее авторами стали ученые из 11 стран мира. А публиковалась она под руководством редакторов из Оксфорда и из Университета Аризоны. И одна глава как раз таки написана Розой Алексеевной и мной. И мы планируем провести презентацию этой книги. Поэтому мы открываем новое лицо педагогического образования в России для зарубежных коллег, чему мы очень рады. Вы сказали про оценки, оценки внешние в виде рейтингов, в виде публикационной активности, в виде каких-то поздравлений от коллег. А есть еще внутренние оценки. Внутренние оценки я имею в виду университет, это предоставляет образовательные услуги. И один из таких маркеров ярких оценок, это количество абитуриентов. Количество желающих к вам идти учиться. Растет? Можно так назвать в цифрах? Или в процентах? Или в ощущениях? Вы абсолютно правы. Конечно же, на мой взгляд, подготовка учителей не должна быть платной. Это миссия государства. И если бы была моя воля, наверное, я бы сделал так, чтобы любой желающий стать учителем учился бы на бюджетной основе. Но, к сожалению, реалии несколько иные. И на протяжении последних нескольких лет мы наблюдали постепенное уменьшение контрольных цифр приема, то есть бюджетных мест на педагогическое направление в Казанском федеральном университете. В частности, с 2011 по 2019 год снижение произошло почти на 60%. То есть это огромная цифра, то есть более чем в два раза. Но, тем не менее, Казанский федеральный университет практически не уменьшил общую численность обучающихся, так как востребованность нашего образования стала побудительным мотивом для поступления студентов на контрактное платное обучение. И вот как раз таки во многом это и ответ на ваш вопрос о том, насколько востребована наша программа. Дело в том, что количество выпускников средних школ республики в последние годы примерно чуть больше, чуть меньше равно количеству бюджетных мест в высших учебных заведениях нашей республики. И поэтому за выпускников школ, особенно за талантливых выпускников школ, имеющих высокие показатели ЕГЭ, идет очень жесткая конкурентная борьба. И здесь надо отметить, что мы, конечно же, очень сильно продвинулись. И я вспоминаю свой второй год работы даже еще здесь, в Казани, в 2013 году, когда буквально за полчаса до закрытия приемной кампании мы обзванивали ребят, сдавших документы, с просьбой принести оригиналы для того, чтобы мы могли закрыть бюджетные места. Сейчас у нас такой проблемы не существует. Это как раз таки общепринятый во всем мире показатель, когда, я говорю все-таки, это, конечно, фраза не совсем употребима для сферы педагогического образования, но когда выпускники школ, их родители рублем голосуют за ту или иную программу. То есть они выбирают, они платят деньги. К сожалению, мы тоже идем к этому, как и за рубежом, где в основном в своей массе платное обучение, и они выбирают эти программы на платной основе, учитывая, что стоимость в Казанском федеральном университете достаточно высокая в сравнении с другими вузами Казани, Республики Татарастан. И я, как директор института, беседуя со студентами, узнаю, что, например, тот или иной бетурен с этим баллом ЕГЭ мог поступить в другой региональный педагогический вуз, а он выбрал, тем не менее, платное обучение в Казанском федеральном университете. Поэтому такой набор у нас растет. И, например, если мы говорим об институте психологии и образования, то 58% студентов у нас учатся сейчас на платной основе. Это, боюсь ошибиться, но, наверное, один самый высокий показатель по педагогическому направлению в России. И благодаря этому мы имеем достаточно стабильную систему. А наличие контрактного обучения, наличие внебюджетных средств влечет за собой ряд положительных условий, следствий для учебного процесса. Если учебное заведение имеет экономическую устойчивость, значит, мы можем приглашать лучших преподавателей. Мы можем создавать бытовые и социальные условия для этих преподавателей. Мы имеем возможность направлять наших преподавателей на регулярное повышение квалификации. Мы имеем возможность приглашать сюда высоко квалифицированных ученых и преподавателей не только из России, но и из самых разных стран мира. И мы имеем очень хорошую материально-техническую базу. Поэтому буквально недавно наши студенты вернулись с Олимпиады, из Тюмени. Сейчас очень много студентов выезжают на Ломоносовскую конференцию в МГУ. Вот этот момент, это ведь не просто какой-то там процесс зарабатывания денег. Эти же деньги затем инвестируются в тот же самый процесс учебный и наращивают его еще больше и больше. Деньги как акселератор. Конечно, конечно. Вот такой момент. Деньги в образование это инвестиции. Инвестиции в будущее. Платят родители очень часто. Выпускник школы, редко бывает возможность, когда он сам может платить свое образование. И когда человек вкладывает деньги в будущее своего ребенка, он рассчитывает получить в будущем какой-то выхлоп. И когда сейчас смотришь на учителей, это достаточно загнанные существа, загнутыми нагрузками, загнутыми бумажками бюрократии, которые в качестве рабсилы используются на строительстве стадиона, когда это прижимет. Участвует в избирательных кампаниях в качестве пехота. Бюджетная пехота для всего. То ли это будущее, в которое стоит инвестировать, или у ваших студентов есть другие возможности, или это будущее скоро изменится. Можно эту тему поговорить? Можно, безусловно. С небольшими доходами. В вашем вопросе есть элемент провокационности, но я хотел бы объяснить свою позицию в этом отношении. Бывая за рубежом, и сравнивая для меня, один из самых интересных таких вопросов, как для администратора, все-таки, это уровень доходов учителей в самых разных странах мира. Я вам сразу скажу, что супербогатых или просто богатых людей среди учителей в мире нет. Если кто-то хочет здесь стать, условно говоря, миллионером, или заработать очень много, в этой сфере никогда не заработаешь. Такого никогда не было. Хотя сейчас появляются, безусловно, и дополнительные образовательные услуги, появляются различные центры образовательные. Я знаю, что они достаточно успешны, в том числе и с коммерческой точки зрения. Кстати, в этом году мы открываем новую магистровскую программу, называется «Предпринимательская деятельность в образовании». И она, я думаю, тоже будет востребована, потому что это трогается немножко сверху. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я все-таки скажу, что учителя, безусловно, наверное, ищут другие мотивы в своей профессии. И я бы не стал так категорично говорить о том, что это самая, наверное, там, обездоленная часть нашего общества. Если мы сравним, наверное, нужно, опять-таки, сопоставлять с уровнем средней заработной платы в нашей стране по самым разным профессиональным категориям. И здесь все-таки учителя, особенно в нашей республике, которые имеют достаточно серьезную поддержку. И здесь, я говорю, это вопрос, безусловно, дискуссионный. Но для высококвалифицированного учителя всегда будут созданы условия, в том числе и финансовые, для нормального его существования, жизни. И вот здесь, буквально, я в пятницу, несколько дней назад, я беседовал с магистранткой второго курса. И она химик, которая работает уже в школе. Наши магистранты, практически 80% магистрантов работают в школе, причем они востребованы. И она назвала заработную плату, которую получает будущим, будучи магистранткой. Она вместе с грантом для молодых учителей, которые выдается в нашей республике, она получает среднемесячный доход примерно 30 тысяч рублей. Вот здесь, наверное, мы могли бы поспорить. Дело в том, что, ну, наверное, есть такие высокодоходные сферы деятельности. Но, на мой взгляд, для молодого человека, который получает 30 тысяч рублей на сегодняшний день, это вполне соизмеримая сумма. Я приведу, например, Великобританию, где молодой учитель, платно обучавшийся в университете, заплативший там достаточно серьезную сумму, он не может позволить себе даже съем квартиры. А если мы сейчас вспомним, что для тех целевиков, которые будут выезжать в малые города, сельские районы нашей республики, ставятся обязательные условия, да, в отделении им служебного жилья или помощь в социальной ипотеке, да, ведь Великобританию, например, об этом даже мечтать не стоит, да, получается, да, и они не могут себе позволить даже снять квартиру. Поэтому, я думаю, это очень хороший аргумент для профессионального роста учителя. Я приведу другой пример. Одним из таких востребованных успешных направлений в нашем институте является логопедия. И в последние годы мы не можем, мы вместе с заведующей кафедрой, иметь большие проблемы по найму, да, на работу молодых выпускников. Потому что молодые выпускники, а средняя зарплата ассистента, базовая зарплата в нашем университете 25 тысяч рублей, то есть она их не устраивает. И практически, когда я беседую с молодыми выпускниками, почему, то есть они говорят, мы находим работу, помимо основной работы, там, в детском садике, там, или в каком-то другой организации, они находят дополнительную работу в детских центрах, и их месячный доход уже стартует от 50 тысяч рублей. Наверное, здесь нельзя мерить, там, единым, там, каким-то измерителем. И при этом, при всем, я бы хотел, конечно же, еще, безусловно, вопрос дискуссионный, наверное, не все меня поддерживают, да, Но мы должны признать, что все-таки существует и большой рынок внеучебной деятельности, связанной с репетиторством, которое сейчас стало явью. Я, опять-таки, не буду говорить, хорошо ли это, плохо, просто несколько лет назад, побывав в Сингапуре, образовательная система, которая сейчас там является на услугу, является одной из лучших, и неформально общаясь с учителями, я узнал, что репетиторство существует и у них. Оно существует в основном мире, оно может обретать разные формы, например, там, в той же самой, там, Великобритании, США, это частные школы, пансионаты, где обучение платное, где получают другие образовательные услуги, но, тем не менее, за это оплачиваются деньги. Здесь же у нас есть так называемый, ну, неофициальный рынок, это хорошо или это плохо, опять-таки, это повод для другой дискуссии, но, тем не менее, это доходы, которые никоим образом, наверное, не учитываются, но из моего личного общения с учителями, я думаю, слушающие нас сегодня, родители меня поддержат, особенно родители тех детей, которые в этом году будут заканчивать 9-й или 11-й классы, они подтвердят, насколько большую долю расходов в их бюджете занимают расходы на репетиторство, и это тоже тот же самый доход, который, в принципе, получают наши учителя. Но я повторюсь, что это вопрос дискуссионный, я никоим образом не хочу в этом плане давать какие-то свои личные оценки, но, тем не менее, это есть, и я готов поспорить с любым, который скажет, что этого нет, и что это не доход дополнительный для учителей. А вот нет ли тут конфликта интересов? Это отдельная тема, на мой взгляд, и я думаю, мы, наверное, встретимся по этому поводу. Но конфликта интересов, к сожалению, существует, он есть, и вот, наверное, глубокая проблема, как регламентировать вот эту область. Дело в том, что если по разным причинам ребенок недополучает те или иные знания, а тут причин может быть очень много, это и переполненный класс, это и низкая квалификация учителя, это и ряд других проблем, или просто отсутствие учителя, да, и буквально я недавно общался со своей коллегой, она является однокурсницей, является учительницей в одном из небольших городов республики, и она сказала, что там на 7-8 школ ее городка всего лишь два учителя физики, которые мигрируют из школы в школу. Понятно, что даже пытаясь закрыть уроки, да, учитель, ну, я всегда привожу пример, если обыкновенный человек может нести, там, условно говоря, два мешка картошки, там, максимально получается, что с ним не делать, четыре мешка он нести не сможет. То же самое и в учительском труде, когда учитель там будет работать не, условно говоря, даже не 6, не 8 часов будет, не 4 часа, а будет работать 12 часов, мы получим очень низкую эффективность его труда. Поэтому эти проблемы существуют. И вот по поводу конфликта интересов, ну, к сожалению, ведь мы читаем и о том, что учителя очень часто тоже так вынуждены заниматься. Но, с другой стороны, я знаю другие примеры, когда родители чуть ли не на коленях стоят перед высоко квалифицированным учителем, репетитором, умоляя его взять ребенка на занятие. И вот здесь мы переходим уже к другой теме нашего, наверное, разговора. Вообще проблема качества работы учителя и вообще проблема нехватки учителей. Вот начали мы с вами разговор с того, что о проблемах билингвального, полилингвального образования. Эти проблемы очень важны, но наряду с ними я бы выделил вопросы, связанные с банальной нехваткой учителей в школах Республики, России, за исключением, может быть, Москвы и Санкт-Петербурга. Большого процента учителей, которые достигают в некоторых регионах 20-25% учителей пенсионного возраста, которые работают уже на пенсии. И вот это большая проблема, которая нуждается сейчас в решении. Потому что, так или иначе, любой ребенок имеет право на качественное образование. Если мы говорим даже, например, об учителях начальных классов, только в Казани не хватает около 150 учителей начальных классов на сегодняшний день. А если мы умножим на 30 детей, значит, 4,5 тысячи детей не получают качественного образования на данном этапе. И эту статистику можно, она не скрывается в Министерстве образования и науке Республики Татарстан, эту статистику можно продолжить. И сколько детей остаются без нормального, ну даже если мы рассматриваем учитель человека, несущего знания, получается, да, без этого источника, который они могли бы получить. И вот эта проблема, эта катастрофа, которая идет сейчас и в нашу республику, и в Россию, я бы говорил об этой проблеме гораздо смелее. Дело в том, что, например, это типичная ситуация сейчас для США, для Великобритании, для Германии относительно благополучной. Насколько мне известно, от зарубежных коллег всего лишь две страны в Европе, это Ирландская республика и Уэльс в составе Соединенного Королевства не имеют проблем с дефицитом учителей. И такой интересный тоже пример. Мы тесно сотрудничаем с коллегами из технического университета Дрездена, это Саксония, бывшая ГДР. И вот несколько лет назад из школ этой земли ушли на пенсию все учителя ГДРской поры. Последняя волна ушла. Дело в том, что там нет смысла работать на пенсии, потому что немного иная ситуация. И там была катастрофа, они ее признали. Там 10% учтений взяли буквально с улицы. И сейчас, почему они активно так, мы кооперируемся, им интересны наши подходы к подготовке учителей. Главная задача, вот буквально она прозвучала и в Америке, как быстро и дешево, с меньшими затратами подготовить учителей. И поэтому сейчас развиваются различные формы вхождения в профессию за рубежом. Это и возвращение в профессию тех, кто ушел ранее по разным причинам. Это и переподготовка, что особенно для нашей республики, наверное, очень интересно. Это и переподготовка инженеров. Проблема в том, что в школе очень мало мужчин. И эту проблему все признают, особенно в ряде дисциплин, где мужчина должен быть учителем априори. И мы, например, это технология, уроки технологии. И здесь, конечно же, в той же самой Германии переучивают инженеров, которые выучатся, которые, может быть, не нашли работу, или которым нравится работать в школе. А зарплата, в принципе, стартует от 4 тысяч евро для учителей. И максимальная зарплата может достигать почти 7 тысяч евро. И это огромная сумма для Германии. Это очень хороший заработок. Они переучивают. И масса других вариантов вхождения в учительскую профессию. И вот чем раньше мы поймем, так же, как, например, в той же самой Германии, какая угроза надвигается на нас, начнем каким-то образом реагировать на нее, да, мы сможем, наверное, через 5-10 лет, потому что это ведь волны, понимаете, это отсроченный эффект, мы сможем только через 5-10 лет каким-то образом эту ситуацию стабилизировать. Но сейчас пока еще, наверное, эта программа только в мыслях. А вот нехватка учителей – это характерность городских образований. И, насколько я слышал, в провинции, в маленьких городах даже конкурсы, поскольку социальные льготы, оплата, и там априори не должно быть таких проблем, связанных с недобором учителей. Я считаю, что вы не совсем правы в этом вопросе, потому что вот сейчас более благополучная ситуация именно в больших городах. И когда мы проводим опросы среди наших студентов, хотят ли они уехать из Казани, даже приехав из маленького города, а я не говорю уже о деревне, вернуться, практически никто не хочет вернуться. А почему они не хотят? Есть же льготы, есть же программа «Молодой учитель». Зарплата очень хорошая среди односельчан, одна из высоких зарплат. Почему? Вот на этот вопрос мы должны найти коллективный ответ. Дело в том, что когда мы рассказываем о тех социальных льготах, которые даются молодым учтям нас в республике, многие зарубежные коллеги дивы даются. Там нет такой системы поддержки. Но тем не менее, вот вопрос, над которым мы сейчас бьемся. А возле и ныне там. И как, почему получается? Вроде бы есть льготы. Есть какие-то факторы, которые привлекали бы их переезжать в деревню. Но тем не менее, это происходит очень медленно. Скорее всего, я думаю, наверное, тут факторы все-таки уже не финансового, не социального, а психологического характера. Во-первых, это когда мы беседуем со студентами, то есть спрашиваем, в чем мы. Ну, всех пугает трудность будущей работы. И я приведу интересную статистику. Буквально там несколько месяцев назад я провел небольшое экспресс-исследование. И когда мы опрашивали студентов, выяснилось, что примерно 20% из них уже изначально, обучаясь в ВУЗе, не планируют работать в школе. Я открыто и честно говорю, потому что, наверное, кто-то бы на моем месте стал обманывать наших зрителей, о том, что все они собирают школу. Нет, 20% уже школы идти не планируют. Но это, наверное, нормально, потому что, учитывая, что 58% студентов учатся на платной основе, у них все равно, это их право. Это их право, что они хотят. Этот момент тоже надо учитывать при рекрутинге студентов, потому что, когда раздаются эти призывы старые, вернуть старую систему распределения, она невозможна, в том числе и по этой причине. Кто оплачивает обучение, он вправе выбирать там. Но в отношении тех, кто учится на бюджетные условия, конечно же, какие-то там изменения нужны, потому что, если государство затрачивает на них средства, наверное, должна быть и отдача. И вот примерно 20% не собираются идти. Среди этих 20% мы отдельно исследовали эту группу. Среди них 50%... Среди них у 50% работают родственники в школе, родители или братья и сестры. То есть они знают... То есть они получают негативный опыт. И вот здесь мы выходим на другую проблему, проблему удовлетворенности. Тут можно массы о чем говорить, и о профессиональном выгорании получается. Но мы говорим все-таки о том, как оценивают важность своей работы учителя сами. И вот есть результаты независимого международного исследования ТАЛИС, которые показывают, что 40% российских учителей считают, что их работа не должным образом оценивается в обществе. То есть это неудовлетворенность их работы. Это первый момент. И еще одна интересная проблема, которой я сейчас начинаю со своими коллегами заниматься. На Западе она сейчас как бы такая трендовая, называется «teachers beliefs», то есть убеждение учителя. То есть я думаю, вот это важный момент. Все-таки если мы вспоминаем старое советское прошлое и ту очень серьезную мировоззренческую, идеологическую основу, которая давала марксистско-ленинская философия, давала партия, то есть мы опять-таки не будем говорить, хорошо или это плохо, но тем не менее что-то было, которое все-таки объединяло наше общество. И как историк я считаю, что к этому опыту мы еще придем, потому что там было и очень много хорошего, на мой взгляд. И вот сейчас такого какого-то стержня, которое бы пришло на замену той вот идеологии, мировоззрению, мироощущению, у современных учителей, наверное, нет в полной мере, и поэтому на Западе сейчас их исследуют. Эта проблема называется убеждение учителя. Один из самых простых вопросов, с которым задаются зарубежные исследования, каким видят цели образования учителя сами. Вот для чего он учит ребенка. И оттуда дальше уже выстраивается эта концепция. И там на основании этих исследований, вот здесь я бы отметил, большое, конечно, отличие зарубежных исследований от, может быть, наших, российских, которые традиционно в области педагогики были теоретизированы, да, и мы всегда знали там, допустим, как это должно быть, но как это сделать, там никто. И никто не показывал время, условно говоря, того же самого Макаренко, который создал свою школу, там, и так далее, и описал, оно ушло. То есть это были единичные буквально примеры. И в этой связи, вот, я опять перешагну, да, очень интересна все-таки идея Ментемира Шариповича Шаймиева, потому что недавно я прочитал, всего ведь будет буквально первый этап, там, две школы в Казани, четыре школы в регионе будет, да, и один из едких таких, там, видимо, комментаторов пишет о том, что, ну и что там эти, там, шесть школ, что они решат, там, это опять показуха, это что-то там и так далее. Но дело в том, что важен смысл, когда создается прецедент, создается эксперимент на базе этих школ, который можно тиражировать за теми других школ. Я читал несколько книг об экспериментах в сфере образования за рубежом. Практически все они были на примере одной школы. То есть той вот гигантомании, которая у нас там сидит в крови, там, и так далее, ее нет, но есть реальный шаг. Почему, допустим, тот же самый метод исследования, case study, очень распространен, да, был и сейчас распространен, и мы его перенимаем за рубежом, потому что берется реальный случай, я упрощаю, безусловно, да, который произошел, и он анализируется, а не то что-то аморфное, которое мы, ученые, вот там, допустим, прежним, отдельные мои коллеги, строили в своих таких теоретизированных там построениях, в своих умах. И вот здесь, конечно же, вот построить вот эту систему, для нас бы, вот обратиться к тому опыту конкретному, который можно было бы двигать, было бы очень интересно. И вот мы выходим, возвращаясь опять к проблеме убеждения учителя, да, я, ну, общеизвестная такая истина о том, что все-таки статус профессии учителя в последние два-три десятилетия сильно упал, это и проблемы 90-х, нулевых годов, сейчас он более или менее поднимается, это низкая привлекательность профессии особенно, и я, как человек, связанный уже почти 30 лет, да, системой педагогического образования, я помню сложные времена, когда мы просто не могли набрать студентов на педагогические направления подготовки, да, а те, кто приходил, приходили троечники, да, получается, да, отсюда возникала проблема двойного отбора, да, и вот сейчас, конечно же, и даже если мы говорим о такой прописной истине, об популяризации образа учителя, и вот вспомним советские фильмы, доживем до понедельника, да, даже большая перемена, да, получается, да, это хороший, романтизированный, положительный образ учителя с проблемами, безусловно, но тем не менее, другая ситуация. Кто назовет в качестве примеров фильмы последней поры, которые бы, может быть, создавали тот ореол, да, там, вокруг учителя, и в этом плане я не так-то много смотрю современных фильмов, но однажды, несколько лет назад, я посмотрел географ «Глобус пропил», да, получается, да, 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 вот, ну, что там, я принципиально посмотрел 10 минут этот сериал «Школа» там и не стал больше смотреть, да, ну, этот фильм «Физрук», который прошел у нас, может быть, он смешной, безусловно, да, но тем не менее, он тоже ведь не задает тот образ учителя, который должна получить молодежь, вот. Да что там фильмы, Айдар Мини Масураси? Вот недавно был флешмоб, учителя раздевались до купальников, до нижнего белья, чтобы поддержать одну свою коллегу, которая имела неосторожность сфотографироваться в купальнике, рекламируя зимнее там плавание, она, поскольку, да, спортом занималась, и эта история, она уже, сколько уже, недели, наверное, три уже или четыре, вот так вот идет, не отступает, идет флешмоб, учителя пытаются заступиться за коллегу, которая там в итоге вынуждена была уволиться, вот, вот, способствует ли это престижу учителя, или может, действительно нужны какие-то моральные, там, рамки, вот вы говорите, советская система, романтизированная, там, образ учителя, чуть ли не святой человек, вот, как тут провести грань, чтобы и жить, и являться примером, как вы сами считаете? Учителя же тоже люди, и фотографируются в инстаграме, и, 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 там, и что греха таить, и любят и посидеть где-нибудь, там, в ресторане, и что-то, это как-то попадает, и начинается репрессия, гонение, ваше отношение к этому. Вы правы в том плане, с моей точки зрения, что все мы люди, учителя тоже люди, и я думаю, что, даже если мы возвращаясь к тому, той нашумевшей истории с фотографиями, то есть, ведь учитель не совершил преступления, да, и, и, применительно к тому случаю, то есть, это популяризация здорового образа жизни, да, и мы переходим к другой проблеме, да, все-таки защита учителя от имеющегося все-таки произвола со стороны, в некоторых случаях произвола со стороны администрации, а это был типичный пример такого случая, да, и вот, все-таки, наверное, регламентация и понимание, вот, и профстандарт, и заработная плата, и социальные условия, и вот в этой связи, я бы пошел дальше, вот, в ваших рассуждениях о том, что нужно сделать, да, буквально, тоже несколько дней назад, я очень так часто приглашаю, или встречаюсь со студентами, и пытаюсь все-таки прощупать их настроение, потому что это важно, формирование нашей политики, я встречался с двумя молодыми учителями, они заканчивают бакалавриат, закончили педучилище, они работают уже в школе, и они хотят уйти из школы, они пришли на консультацию по поводу выбора магистрской программы, когда я у них спросил, великолепные девушки, образованные, открытые, красивые, я спрашиваю, почему вы уходите из школы, там, что вы, вам введение, мы любим детей, и дети нас любят, но одна назвала причину, я больше не могу работать с родителями, дело в том, что, ведь одна из проблем, которую поднимают на наших встречах, семинарах учителя, мы с вами беседовали некоторое время назад о проблеме буллинга, и вот еще одна очень, к сожалению, тяжелая проблема учителя, это буллинг со стороны родителей по отношению к учителям, это да, и вот здесь, вновь возвращаясь к проблеме убеждений учителя, возникает такая своеобразная, ну, дилемма, дело в том, что мы живем в совершенно другом обществе, а оценивать учителя пытаемся, опять-таки, по тем стереотипам, которые, может быть, сформировались у нас там 10, 20, 30 лет назад, по советскому, да, наше общество изменилось, вот пока мы открыто не начнем это признавать, дело в том, что и одной ногой мы стоим еще в социализме остались, в одной ногой мы идем в капитализм, причем непонятно какой, да, получается, да, это первый момент, да, во-вторых, у нас появилась социальная дифференциация, у нас появились богатые и бедные, соответственно, у нас появляются хорошие и плохие школы, получаются, появляются хорошие и плохие учителя, оплачиваемые, нет, да, появляются дети из бедных семей, и дети совершенно другими возможностями, и вот, это только буквально там маленький круг проблем, которые возникают в этой связи, и пока мы, я думаю, не поймем то, что общество изменилось, и совершенно нужно, наверное, определять совершенно другие и поведенческие установки для учителя, требования к учителю, да, и то, что, может быть, опять-таки вопрос дискуссионный, но, когда мы общаемся с учителями, одна из них высказала такое точку зрения, ну, мы не можем отвечать за все, за все, на что, за них там, и так далее, то, что и требуют родители, требуют школу, там, и так далее, вот, может быть, как к этому прийти, да, это вопрос, вот, как раз-таки, для, наверное, для министерства, для ученых вообще, это вопрос политического рода, который, наверное, нужно формировать, потому что, если мы не сформируем, вот, не упорядочим, может быть, учительскую практику и жизнь, да, так, как, в принципе, произошло уже за рубежом, понимаете, да, потому что они имеют гораздо более длительный опыт, там, проживания в совершенно другом обществе, а мы ведь к этому обществу идем, то есть никто не скажет, что у нас уже социализм, что у нас-то, там, социальное равноправие, там, и так далее, у нас есть масса проблем, вот, наверное, проблема в том, что мы должны начать признавать эти проблемы и должны искать выходы, ответы и попытаться их решить, а если мы будем закрывать, так же, как, например, на это глаза, так же, как проблема нехватки учителей, да, наверное, что мы получим в ближайшее время, я совершенно не знаю, а на эту политику должны нарастать практические мероприятия, в том числе и социального, финансового плана, то, что пытаются сейчас сделать, связанное с адаптацией молодых учителей, привлечением в учительскую профессию, талантливых детей, сохранение учителей в школе, сохранение их от профессионального выгорания, и тогда, наверное, мы будем иметь эту проблему, а так сейчас, у меня, честно говоря, мне просто иногда становится страшно, когда я вижу вот эту динамику, которая, в принципе, не улучшается на протяжении, там, последних, там, 10-15 лет, в плане комплектования школ учителями, мы можем получить, наверное, к сожалению, негатив. У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что 20% ваших студентов изначально уже заявляют о том, что они не пойдут в школу. А есть ли данные о том, каково реальное количество ваших психопроцентов, которые не пошел в школу? Можно сказать, 20%, которые заявляют, там, с первого, с второго курса. А реально, вот вы выпустили, ну, сколько у вас человек ежегодно? 500, по-моему, да? Нет, в КФУ ежегодно выпускается, вместе с Елабужским институтом, примерно 2100. В этом году будет выпускаться 2100 педагогов, школьных психологов, дефектологов. В Казани 1610. Сколько из них пойдут в школу? По вашим прогнозам. Дело в том, что согласно той официальной статистике, которую мы ведем, а это сейчас очень важный такой показатель процент трудоустройства, мы приближаемся к показателю там 70-75 процентов трудоустройства наших выпускников. Но здесь есть другая невидимая проблема, связанная с адаптацией молодых выпускников в школе. И есть исследования, посвященные тому, сколько остается молодых учителей через год, через два, через три, через четыре, через пять. Через пять их остается уже достаточно мало. И вот я бы вопрос не ставил в том ракурсе, сколько их придет из вуза в школу. Как их сохранить? Вот, например, в республике там не хватает ну, две с небольшим тысячи учителей, согласно официальной статистике. Наверное, вот это общий массы, переучим, вы видите, могли бы примерно там быть. Хотя, понятно, что там есть по областям, и если не хватает, условно говоря, там более ста учителей математики, а выпускается их только 20, а где-то в других областях происходит переток и так далее. Но как сохранить их в школе? Вот на эту проблему сейчас надо обратить внимание и надо ее решать. А что касается непосредственного выпуска, для меня эта цифра ни о чем не говорящая. Они могут прийти через год, кто-то идет в магистратуру, да, и они работают неполный рабочий день. Но вот среди магистрантов, например, 80% работают в школе, и в принципе те наши встречи, которые происходят с ними, говорят о том, что они настроены на работу в школу. Но здесь есть другая проблема. Когда я беседую с нашими магистрантами, практически все они работают в Казани и там в Зеленодольске, и, может быть, там минимально близлежащих районов. Кто-то далеко дальше не уедет. Но вот здесь, наверное, все-таки другие два центра педагогического образования в республике, это и наш Лабужский институт, и набережный Чемненовский институт, должны эту проблему решать. Вы знаете, у меня вот какой был вопрос в продолжении. Когда мы говорим о том, что не все ваши выпускники идут в школу или оказываются в школе на протяжении пяти лет последующих, я хочу спросить вот такой момент. А есть ли какие-то, какие знания они получают у вас, которые позволят им работать вне школы? В каких направлениях? Условно говоря, адаптация к жизни. И те люди, которые платят деньги, чтобы их ребенок отучился, а ребенок, скорее всего, идет туда с настроением, в итоге он не попадает в школу, он не может оказаться, что, ой, а я, у меня ни навыков, ни квалификаций, ни компетенций для другой жизни нет. Вот ваш вуз может предложить в таких ситуациях? Какие-то знания, компетенции, куда могут пойти люди не только в школу с вашим дипломом? Однозначно. Дело в том, что в последний год, к сожалению, утвердилась истина, что педагог может работать везде. Ну, это очень так, наверное, утрировано, но очень много педагогов работает в социальной сфере. Это люди, которые работают в социальной защите, социального страхования, в организациях дополнительного образования и так далее, и так далее. Поэтому возможность для трудоустройства учителей, она, конечно, более широкая. И вот здесь я бы обратил внимание, конечно же, на вот такую общепрофессиональную подготовку наших выпускников, потому что учитель, это прежде всего коммуникатор большой, это человек, который умеет уже, имеет управленческие навыки, и я шучу, если человек смог совладать с 30-ю там, детьми, особенно там, среднего школьного возраста, где достаточно сложно управлять коллективом, взрослым коллективом он сможет управлять всегда. и вот те компетенции, которые мы даем им для другой жизни, конечно же, они им пригождаются. Но это не решение вопроса. Мы должны все-таки ориентировать их на школу. И вот здесь бы я хотел обратить ваше внимание на то, что сейчас, во-первых, по среднему баллу ЕГЭ, по тем отзывам, которые мы получаем от работодателей, подготовка наших выпускников происходит на самом высоком уровне. Учитывая эту нашу материально-техническую базу, профессорский преподавательский состав, наши модели, которые мы используем в Казанском федеральном университете. Но проблема возникает на этапе рекрутинга, привлечения этих выпускников в школу. И вот здесь необходимо, наверное, еще более серьезное, потому что те мероприятия, которые проводились, связанные с поддержкой там Грант, наш молодой учитель, мы видим, что они ведь помогли, но не решили до конца проблему, потому что дефицит сохраняется. Сейчас правительство нашей республики инициировало очень крупный проект по поддержке и набору целевиков, в этом году их учится более 120, еще будут они набираться, то есть мероприятия идут, но будут ли они успевать за той потребностью, которая возникает, на мой взгляд, наверное, не всегда, поэтому необходимы новые подходы, которые позволяли бы это сделать. Вы упоминали о ваших обширных международных связях, ваши сотрудники ездят за пределы республики, за пределы страны, участвуют в конференциях, а студенты вовлечены в эту международную деятельность, и является ли это стимулом для поступления к вам, возможность поехать стажироваться в другую страну, возможность научиться каким-то компетенциям, которые здесь нет, а там есть. И что нужно сделать для того, чтобы попасть в эти программы, если они есть? Как надо учиться? Для того, чтобы попасть в эти программы, а их достаточно много, и каждый институт Казанского федерального университета получает регулярные рассылки, связанные с направлением, с привлечением в тот или иной университет на семестровую, двухсеместровую стажировку, либо на краткосрочные курсы. В первую очередь, для этого нужно сдать квалификационный экзамен на знание языка английского или немецкого. Это программа, которая инсормируется в целом по университету, и здесь еще немалую такую роль играет республиканская программа Алгарыш, но кроме того, у нас есть и свои специфичные программы, которые мы развиваем с зарубежными университетами. Например, вот сейчас две магистрантки нашего института выезжают на семестровую стажировку в Германию, где тоже будут проходить стажировку именно в области подготовки учителей. Буквально недавно мы получили предложение от университетского колледжа Дублина, это такой топовый университет Ирландии, об открытии совместной PHD-программы по принципу микса, когда семестры обучаются у них и семестры обручаются у нас по подготовке уже кадров такой более высокой квалификации, причем для наших студентов, магистрантов, вернее, докторантов будет выстроена там очень хорошая финансовая политика, на данном этапе речи всего лишь о 6 тысячах евро, это очень дешево по зарубежным меркам, такие возможности есть, но главное условие для развития этих программ это безусловно язык, и вот мы всегда призываем наших студентов сдавать экзамен на квалификационный, в основном это на TOEFL, и далее у нас есть банк данных таких студентов, которые владеют языком, и при поступлении заявок от забережных коллег мы им предлагаем. Айдар Мини Мансурович, огромное спасибо, мы видим, что есть проблемы но есть и решения и Казанский Федеральный Университет дает все необходимые компетенции, которые требуют от нас сегодняшний день. На этой оптимистичной ноте позвольте завершить нашу беседу и напоминаю, что у нас в гостях был Климулин Айдар Мини Мансурович, директор Института психологии и образования Казанского Федерального Университета. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова